Добрый вечер. Добрый вечер. Мы поговорим про знаменитые пирамиды, про самые большие из пирамид, про те, которые были построены в Гизе. Итак, небольшое краткое предисловие к лекции может состоять в том, что египтяне строили пирамиды для своих царей вообще-то больше тысячи лет. С 28-го и по 16-й век до нашей эры. И понастроили они уйму пирамид. Мы уже знаем 119 пирамид для царей и цариц и наверняка найдем еще. Вот все эти пирамиды были построены на западном берегу Нила. Запад по египетским представлениям царства мертвых. Там обитает бог мертвых Осирис и, так сказать, вся его свита. Но вот основная масса этих пирамид была построена вдоль западного берега Нила в полосе примерно длиной сотню километров, чуть больше сотни километров от Абу-Раша до Фаюмского азиса. И вот на этом слайде вы видите небольшой розовый овал. Это вот тот район, где были построены египетские царские пирамиды. Но широкая публика обычно не помнит о том, что египтяне строили пирамиды больше тысячелетия. И, как правило, разговор о пирамидах сводится к трем великим пирамидам. Сейчас я попробую двинуть слайд, секундочку. К трем великим пирамидам, царским гробницам, построенным близ современного Каира, близ современной столицы Египта, на небольшом горном возвышении, известном как плато Гиза. А вот там, на левом берегу Нила, стоят пирамиды трех царей четвертой египетской царской династии. Царя Хуфу, или по-гречески Хеопса, его сына Хафра, греки его называли Хефреном, и внука Менкаура, греки его называли Микерином. Вот у вас на слайде египетские имена этих царей, включенные в специальные защитные ободки, которые в египтологии называются картушами. А, кстати сказать, не все знают, но у каждой пирамиды было свое басилеофорное название. То есть название, включавшее в себя имя царя. Вот самая большая из пирамид, пирамида Хуфу, называлась Ахет-Хуфу. Она на вашем слайде самая, от меня, по крайней мере, правая. А в центре пирамида Хафра, Велик Хафра, и, наконец, слева, поменьше, пирамида Микерина, Менкаура, которая называется Божественен Менкаура. А самая большая из этих пирамид, как я уже сказал, это пирамида Хуфу. Греки считали ее одним из семи чудес света, но мы ехидно спросим, а где остальные шесть, куда они делись? Не осталось ничего, осталось только наше египетское чудо, пирамида. И, как говорят арабы, все боится времени, но время боится пирамид. Вот эта пирамида Хуфу состоит из более чем, по-видимому, из более чем двух миллионов каменных блоков. Блоки разные, но средний вес примерно две с половиной тонны. Средний вес блока вот из этой основной массы. А первоначальная высота этой пирамиды 147 метров. Сегодня она пониже, сегодня она 138 метров. Но если мы представим себе вот эту первоначальную высоту, то ведь это получается 49-этажное здание, 49-этажный дом. Иными словами, пирамида Хуфу, построенная, по всей видимости, в 26 веке, может быть, в 27 веке, 27 или 26 век до нашей эры, была самым высоким строением на земле, самой высокой каменной монументальной постройкой на земле, на протяжении более чем четырех с половиной тысячелетий, вплоть до XIX века до нашей эры. Самое высокое строение на земном шаре – четыре с половиной тысячи лет. А генерал Бонапарт, еще не император Наполеона, генерал Бонапарт, когда он завоевывал Египет и оказался возле этой пирамиды, посчитал. А он был по образованию артиллерийский офицер, он считал хорошо. Так вот, он посчитал, что из камней пирамиды Хуфу можно построить стену вокруг всей тогдашней Франции, стену высотой 3 метра и толщиной 20 сантиметров. Вот из камней этой пирамиды можно было сделать ограду для тогдашней Франции. Не менее грандиозна пирамида Хафра. Так, секундочку. Вот пирамида Хуфу, да, вот теперь она с вами. Пирамида Хафра, сына Хуфу, 144 метра в высоту. И только третья пирамидка, пирамидка Менкаура, заметно меньше, 65 метров в высоту. В эту пору пирамидостроение уже пошло на спад. И в дальнейшем никакие египетские пирамиды уже не сравнятся с тем, что построили Хуфу и Хафра. Естественно, что вот эти огромные пирамиды на плато Гиза поражают воображение. Тем более, что они построены в столь далекой древности. Естественно, что вокруг них возникают всякие фантастические теории. Вплоть до того, что это создали не древние египтяне, а некие более древние, высокоразвитые цивилизации. А может быть, это даже некие строения внеземного разума. И здесь зашифровано некое сверхзнание. Вот у египтологов для создателей таких теорий есть даже специальный термин – пирамидиоты. Ощущение необъяснимости возникновения этих огромных пирамид, оно во многом возникает от того, что они расположены, как я сказал, ну, уже практически в черте столицы Египта, в черте Каира. И поэтому туристическим агентствам очень удобно привезти туристов к этим гигантским сооружениям тут же дешево и быстро. И, конечно, туристы удивляются, как же могли древние люди с их вроде бы примитивными технологиями все это воздвигнуть. Египтологи не сомневаются, профессиональные египтологи не сомневаются в том, что это дело рук древних египтян, а потому что мы знаем предысторию этих пирамид. Мы знаем путь, по которому прошли египтяне, чтобы это воздвигнуть. Они шли путем проб и ошибок, у них были на этом пути неудачи. Просто предшествующие этапы этого пути расположены, ну, несколько в стороне от главных туристических троп. А вообще же, вот великим пирамидам Гизы предшествовало целое столетие монументального строительства, пирамиды строения невероятной интенсивности. И мы с вами давайте упомянем, ну, хотя бы самые главные его этапы. Это построенный в 28 веке до нашей эры грандиозный погребальный комплекс царя Третьей династии по имени Джоса или Нечерихет. Так называемая ступенчатая пирамида является его главным сооружением. Я напомню вам, что высота этой пирамиды ни много ни мало. 60 метров. Это 20-этажный дом. И при этом мы знаем имя архитектора этой великой пирамиды. Вот ее реконструкция. А архитектора этой пирамиды звали им Хотеп. Он был братом похороненного в ней царя и верховным жрецом солнца в городе Гелиополе, расположенном, в общем-то, неподалеку от этой пирамиды. Эта пирамида построена в Саккаре в десятки километров к югу от Каира. А затем на рубеже третьей и четвертой царских династий была воздвигнута пирамида еще южнее, в Мейдуме. А вот отец строителя самой большой пирамиды, отец царя Хуфу, основатель четвертой династии по имени Снофру, царь Снофру, основатель четвертой династии, отец Хуфу, а построил сразу две огромные пирамиды в Дахшуре. Первая, как вы видите, была неудачной, не все получалось египтянам. Это так называемая ломаная пирамида. Но затем царь не удовольствовался таким результатом и построил себе пирамиду, так сказать, вполне исправную, там же в Дахшуре. И вот это уже грандиозное сооружение. Со стороной основания 220 метров. Это почти два с половиной футбольных поля в длину. А высота 105 метров. Это 35-этажный дом. Вот с такими технологическими навыками, с такими инженерными умениями египтяне подошли к царству Нюхуфу, который и решил возвести себе грандиозную пирамиду на плато, которое мы с вами называем Гиза. О грандиозном каменном кладбище в Гизе это вот, извините, это пирамиды Снофру, как они видятся от пирамиды Джосера, как они видятся, если смотреть с севера на юг. Вот одна ломаная пирамида, а другая с прямыми гранями, исправная. Но давайте переместимся дальше. Итак, о грандиозном каменном кладбище в Гизе написано множество прекрасных фундаментальных трудов. Почти все они оцифрованы. И теперь доступны вам через интернет, если вам интересно. Вот просто тонны, огромные хранилища литературы про пирамиды лежат на сайте Музея изящных искусств в Бостоне. Гиза Аркайвс. Вот этот сайтик. Есть, ну он еще в состоянии доработки. Сайт Оцифрованная Гиза. Это то, что делает Гарвардский университет в Соединенных Штатах Америки. И, наконец, превосходнейшие, очень интересные материалы лежат на сайте так называемой The Ancient Egypt Research Associates, возглавляемой чикагским эгиптологом Марком Ленером. А в дальнейшем я буду очень часто ссылаться на исследования, на материалы вот этой ассоциации. И поскольку информации о Великих Пирамидах у нас очень много, а времени у нас мало, а в сегодняшней лекции я остановлюсь только на двух вопросах. Причем мы учтем с вами открытие трех последних десятилетий. Вот я вам расскажу, что мы узнали за три последних десятилетия о логистике строительства Великих Пирамид. Наш первый вопрос – логистика строительства Великих Пирамид. И расскажу вам, как и где жили строители Великих Пирамид. Ну, а в конце лекции, если успеем, если останется время, может, немножко поговорим о том, зачем же египтяне все это строили, зачем они потратили столько труда на возведение царских гробниц. Итак, вопрос первый – логистика строительства Великих Пирамид. А спустя пару тысячелетий, после того, как пирамиды были построены, даже сами египтяне уже не представляли себе, сколько труда понадобилось для возведения этих грандиозных сооружений. А когда в V веке до н.э. В Египет приехал знаменитый отец истории Геродот. Ему рассказали вот такую историю, я цитирую. «Хеопс вверг страну в пучину бедствий. Прежде всего он повелел закрыть все святилища и запретил совершать жертвоприношения. Затем заставил всех египтян работать на него. Сто тысяч людей выполняло эту работу непрерывно, сменяясь каждые три месяца. Десять лет пришлось измученному народу строить дорогу, по которой тащили эти каменные глыбы. Сооружение же самой пирамиды продолжалось двадцать лет. А Хеопс, в конце концов, дошел до такого нечестия, по рассказам жрецов, что, нуждаясь в деньгах, отправил собственную дочь в публичный дом и приказал ей добывать некоторое количество денег. Дочь же выполнила отцовское повеление, но задумала и себе самой оставить памятник. У каждого своего посетителя она просила подарить ей, по крайней мере, один камень для сооружения гробницы. Из этих-то камней, по словам жрецов, и построена средняя из трех пирамид, что стоит перед Великой пирамидой. То есть, вот вы видите на слайде, здесь, возможно, вот эта вот средненькая пирамида, это то, о чем рассказывали Геродоту. А вот такие страшные и, в общем, не очень приличные истории, не очень пристойные истории, рассказывали египтяне спустя две тысячи лет чужестранствами. А что нам говорит на сей счет современная наука? Я начну с поразительных вычислений. Вот с таких. А в церствованиях Уфу, а в Гизе были построены, ну, вы знаете, его огромная пирамида, и вы только что видели три пирамиды цариц. Кроме того, в пирамидном комплексе были построены два каменных пирамидных храма. Была построена дорога между этими храмами. Геродот упоминал, что ее строили 10 лет. И, кроме того, было построено кладбище для придворных Хуфу, для его ближайших сподвижников, для его чиновников. Был выстроен этакий каменный город мертвых. Вот, просто вам напомнить, что от него осталось. Тоже из огромных блоков, пирамиды, которые арабы называют мастабы. Вот это все тоже по существу окружает пирамиду Хуфу. Так вот, чтобы все это построить, по современным подсчетам, необходимо было выломать, притащить, обтесать, уложить примерно 2 миллиона 700 тысяч кубических метров камня. 2 миллиона 700 тысяч кубических метров камня. А современная наука полагает, что Хуфу правил примерно 30 лет, ну, может, чуть больше, там, 30 лет, 33 года. И чтобы за такой срок уложить, возвести такое количество камня, при 10-ти часовом рабочем дне требуется выламывать, притаскивать, обтесывать и укладывать по одному кубометру камня каждые 3-5 минут. Представляете регулярность и скорость этой работы, чтобы успеть все это построить? При 10-ти часовом рабочем дне нужно каждые 3-5 минут укладывать по кубометру камня. Возможно ли вообще такое? Тут нам на помощь приходит современная экспериментальная археология. Вот здесь большая заслуга The Ancient Egypt Researches и начинается все это с простого вопроса, вопрос о логистике. А откуда тащили камень? На какое расстояние нужно было доставлять камень? А в 1980-90-х годах был предпринят большой проект картографирования Гизы и было обнаружено, что каменоломни, откуда брался известняк для строительства пирамиды Хуфу, не очень качественные, но тем не менее вполне пригодные, располагались совсем неподалеку от нее, не дальше, чем в 300 метрах. Вот вы видите на слайде у нас с вами желтоватый овал. А в эту пору, когда начали строить пирамиду Хуфу, комплексов, пирамидных комплексов Хафра и Менкаура еще не было. И вот мы видим, что здесь, к юго-востоку, собственно, к югу от пирамиды Хуфу, вырублена огромная площадь, примерно на 30 метров ниже первоначальной поверхности. вот того объема камня, который вытащен с уже исследованной площади, хватило бы для постройки пирамиды Хуфу, а причем обследовано не все, по-видимому, каменолом не уходило еще дальше на юг. Таким образом, известняк в общем и целом рядом, и на его доставку требовалось не так уж и много труда. Давайте посмотрим, вот вы видите, собственно говоря, районы каменоломен египтяне вот тут вырубали блоки, одна канава прорубалась сверху на нужном удалении, в зависимости от какой величины, какой ширины требовался блок, а другая канава рубилась по вертикальному склону, а затем, ну, грубо говоря, при помощи рычагов такие блоки выламывались. Вот давайте несколько слайдов посмотрим. Вот прямо отсюда, собственно, видимо, и была вытащена часть камня, хоть, конечно, пространство каменоломен очень велико. и потом получались вот такие блоки. Только очень высококачественный белый известняк, белый известняк, которым облицовывали грани пирамид, сейчас мы этой облицовки почти не видим, ее ободрали или она упала во время землетрясений, но когда-то они были белыми и почти зеркально блестящими. Вот только этот высококачественный известняк привозили из-за реки, из каменоломен, которые назывались Троя или Тура, но об этом мы с вами еще поговорим. Дальнейшие расчеты экспериментальной археологии таковы. Чтобы построить все кладбище Пуфу за 30 лет нужно ежедневно выламывать примерно 300 кубометров известняка. Чтобы ежедневно выламывать примерно 300 кубометров известняка требуется работа, 10-часовая работа примерно 1200 человек. А чтобы за день доставить и поднять эти блоки на пирамиду требуется ежедневная 10-часовая работа примерно 1300 человек. А чтобы обтесывать и укладывать блоки, их же надо обтесать, чтобы грани были ровные, требуется вот 650 человек так сказать на нижних этажах пирамиды, она внизу широкая, до 300-320 человек при укладке верхних этажей пирамиды. Вы знаете, что она сужается. А таким образом получается, что вся эта масса известняка могла быть доставлена при ежедневной работе около 3000 человек. Ну, конечно, мы должны допустить возможность того, что при тяжелом физическом труде им нужно было сменяться, мы можем предположить, что работало две смены положим, там 6000 человек, но в общем цифры не столь уж и огромные. Вот это первый важный логистический вопрос. Как доставлялся камень и сколько людей для этого требовалось? А другой очень существенный логистический вопрос, на который мы тоже теперь получили ответ, состоит в том, что для выламывания и обтесывания столь огромной массы камня требовалось и очень много медных орудий труда. Огромное количество медных орудий. Вопрос, где добывали египтяне столько меди и как они ее доставляли? И вот в 2011 году в результате раскопок французского института в Каире и университета Париж-Сорбона и замечательных последующих работ Пьера Талле а мы очень многое узнали про порт на Красном море открытый там в царствовании Хуфу это так называемый Ваги Аль-Джарф это примерно 220 километров в север от Хургады и примерно 50 километров от берега Синайского полуострова. А в 2013 году там была сделана поистине стационная находка там были найдены самые древние из известных ныне надписанных папирусов папирусов с текстами написанными чернилами в сухой пустыне эти папирусы замечательным образом сохранились а среди этих папирусов особенно интересен журнал некоего Мерера он был бригадиром команды мастеров команды ремесленников у него было примерно 200 ремесленников подчинений они до того как прибыть на Красное море работали на доставке блоков для пирамиды Хуфу и вот кстати говоря вы на папирусе а в картуши можете видеть имя этого царя имя Хуфу а согласно журналу у них журнал выполненных бригадой работ именно эта команда перевозила блоки высококачественного известняка известняка для облицовки с правого берега Нила из каменоломни Трои на левый берег и доставляли его для последующих работ из этого журнала мы узнаем что на доставку партии блоков затрачивалось примерно 4 дня и блоки сдавались начальнику царских работ всех царских работ Анхафу а мы знаем гробницу этого Анхафа она построена неподалеку от пирамиды Хуфу вот на нее указывает стрелочка и более того у нас даже есть бюст этого Анхафа сохранился поразительная вещь спустя больше 4,5 тысяч лет мы в лицо знаем главных участников этого строительства ну вот благодаря этому журналу с доставкой известняка все более-менее понятно но главное я возвращаюсь к вопросу о том откуда брали медь а главное находки в этом же порту ваде Эль-Джарф решают нам логистическую проблему меди мы знаем что египтяне добывали огромные объемы меди на Синайском полуострове вот я розоватым обвалом обвел вам район добычи меди на Синайском полуострове древними египтянами это серобит Аль-Хадим это Вадим Агара там же сохранились огромные шлаковые отвалы а египтяне прямо там плавили медь отвалы на десятки тысяч тонн выплавленной меди вот вероятно именно в это время египтяне сожгли все имевшиеся на Синае леса может кстати и в Египте они в значительной степени сожгли имевшиеся там к середине третьего тысячелетия леса которые ушли на строительство пирамиды но для нас прежде был актуален вопрос как это гигантское количество меди транспортировалось вот теперь мы знаем что был порт на берегу Красного моря а здесь была устроена якорная стоянка теперь здесь найдено несколько десятков так называемых галерей пещер вырубленных в скалах где египтяне складировали когда сезон плавания заканчивался детали кораблей я напомню вам что египетские корабли состояли из досок которые связывались веревками египтяне строили свои корабли на Ниле потому что на Красном море нет лесов там не из чего строить строили корабли на Ниле затем несли доски через пустыню к берегу Красного моря 200 километров и там их связывали веревками таким образом создавая уже настоящие корабли на которых они и плыли на Синай здесь же в галереях были сосуды с провизией разные расходные материалы и рядом вот вы видите на нижней правой фотографии следы поселения видимо это бараки для работников мы такие же бараки потом с вами увидим возле пирамид это аэрофотосъемка а в пяти километрах от галерей на берегу Красного моря имеется пирс для причаливания и отправки кораблей и обратите внимание тут же вот в этом комплексе больше сотни каменных якорей слева слайд камни с дырочкой и бороздами для того чтобы можно было привязывать веревку и выбрасывать этот тяжеленный каменный якорь за борт вот видимо отсюда египтяне плавали из Вади Аль-Джарф на Синай-Замедию а возвращаться они могли в другой порт в Айнсухну это примерно 120 километров от пирамид этот порт тоже уже больше 20 лет раскапывается по французским институтам в Каире и университетам Париж Сорбону из надписей мы знаем что забрать медь в Айнсухну а приходили экспедиции в 3 и даже в 4 тысячи человек которые затем несли медь к пирамидам интересно что после правления Хафра после того как была построена вторая великая пирамида порт оба порта законсервировали больше они не требовались больше такого количества меди египтянам уже не было нужно наконец чтобы закончить вопрос с логистикой давайте отметим что в тринадцатом году были взяты керны породы возле пирамид и они показали отражение речной породы а значит возле пирамид от берега Нила была сделана рукотворная гавань у пирамид тоже был сделан рукотворный порт и значит грузы со всего Египта можно было подвозить к самым пирамидам и что очень важно к пирамидам можно легко и удобно было подвозить высококачественную кедровую древесину которую египтяне везли с восточного побережья Средиземного моря из Леванта сначала по собственно Средиземному морю а потом вверх по Нилу и вот здесь они причаливали у пирамид вот это что касается вопросов логистики а второй вопрос о котором я хотел с вами поговорить это где и как жили строители великих пирамид вот в последние три десятилетия удалось ответить на этот вопрос а по современным подсчетам мы с вами уже сказали ну собственно на строительстве пирамид ежедневно могло требоваться от трех до шести тысяч человек это непосредственно тех кто выламывал обтесывал тащил и укладывал камень но вы прекрасно представляете себе что еще многие тысячи были нужны для изготовления орудия оснастки сани вот эти волокуши на которых тащили блоки те кто строили пандусы по которым поднимали эти блоки те кто делал сверла и долото требовались тысячи для обслуживания всех этих работников те кто доставлял продовольствие и те кто распределял продовольствие те кто готовил одежды кто готовил сандалии наконец те кто всем этим руководил кто бил работников палками чтобы они лучше работали а таким образом вот здесь возле пирамид по любым прикидкам должен был существовать город с населением порядка двадцати двадцати пяти тысяч человек двадцать двадцать пять тысяч человек для третьего тысячелетия до нашей эры это огромный год в третьем тысячелетии до нашей эры это один из самых больших городов на земном шаре возможно было еще три-четыре подобных это может быть в Месопотамии Ур-Урук это может быть Махенджадара в Индии причем это должен был быть единственный город целенаправленно созданный царской властью возникший неестественным путем а созданный государством но найти этот город достаточно сложно вы возможно знаете что из камня египтяне строили только то что предназначалось для вечности то есть храмы и гробницы а то что для повседневной жизни свои жилища они строили из сердцового кирпича это собственно говоря глина с рубленой соломой формованная глина формованная в кирпичи глина с рубленой соломой а вы понимаете что такие постройки долго не стоят тем не менее в 1988 году были сделаны первые археологические прикидки которые показали наличие большого поселения к юго-востоку от сфинкса вот он великий сфинкс у пирамиды хафра вот поселение времени великих пирамид и в 1999 2003 годах в этом районе были проведены интенсивные раскопки получившие название Millennium Project Рубежа Тысячелетий а результатом которых и стало появление из-под песка города строителей Великих пирамид а еще раз повторю что величайшая заслуга в открытии спасения этого поселения и в его последующем изучении принадлежит чикагскому гиптологу Марку Леннеру и создана им ассоциация Венчен Тиджи Пресочи Саши Первым намеком на местонахождение этого города стала грандиозная каменная стена по протяженности 450 метров к югу от сфинкса Арабы называют эту стену Хайт-аль-Гураб дословно стена Вороны Прихода европейцев в Египет она была по большей части занесена песком но вот ее расчистка в 99-2000 годах показала стену высотой 10 метров и надо сказать что толщиной 10 метров шириной 10 метров в основании огромная толщина и вы видите что при такой толщине проход в стене фактически оказывается тоннелем и вот к этим воротам к этому тоннелю вела дорога вымощенная фрагментами старой керамики черепками кстати сказать это древнейшая в истории человечества известная нам мощенная дорога к югу от стены вот она эта стена обнаружено поселение очевидно что предназначение этой стены отделить так сказать священное припирамидное пространство от огромного по меркам того времени города города строителей стена как бы разделяла вот это плато гиза на священную зону и на профанную зону на городскую зону и стена же очевидно регулировала проход попадания работников на пирамидную территорию обратите внимание вот главная улица этого поселения то что здесь на слайде обозначено как мейн стрит она как раз ведет к воротам в стене а наиболее примечательная часть этого открывшегося поселения то что к югу от стены вороны это так называемый комплекс галерей построенный видимо даже раньше чем стена то что красиво называется галереями это фактически четыре квартала бараков в центре города общая площадь того что раскопано мы не уверены что найдено все но общая площадь того что раскопано 12 тысяч квадратных метров а вы видите что эти бараки разделены тремя улицами а причем ширина каждой из них 10 египетских локтей это чуть больше пяти метров по нашему то есть это централизованное планирование планировка разработанная заранее а в конце каждой улицы что-то вроде вахты или контрольно-пропускного пункта откуда видимо наблюдали за порядком отсчитывали ушедших и пришедших а во всех бараках во всех галереях мы видим несколько базовых элементов это помещение с колоннами кедровые столбы на которые опирался потолок вот видимо на одном этаже могло жить вот в одном таком отсеке от 40 до 50 человек а там же неподалеку а помещение для приготовления и выпечки хлебов видимо и другой еды эти помещения пол покрыт слоем пепла видимо здесь же у огня и грелись холодными ночами ну и вы видите что вот в этом вот спальном пространстве по всей видимости были лежанки для работников лежанки из мельского ила предполагается что здесь жили квалифицированные мастера которые работали на пирамидах возможно здесь жила охрана возможно здесь останавливались судовые экипажи корабельные экипажи которые доставляли грузы по Нилу вот в эту гавань при пирамидах кстати сказать мы видим похожие конструкции затем и в более поздние эпохи интересно что боковые стены этих бараков сделанные из сердцового кирпича очень толстые если бы был только если бы на них нужно было просто положить крышу столь толстые стены не были нужны поэтому эгиптологи предположили что бараки были двухэтажными они могли выглядеть примерно вот так и тогда по современным прикидкам в галереях могло проживать от 8 до 10 тысяч человек вот эти бараки могли вмещать от 8 до 10 тысяч человек вот этот район где жил видимо квалифицированный персонал отделены стеной от так называемого западного квартала видимо чтобы работники не мешали высокопоставленным начальникам чтобы они не мешали чистой публике вот видите красная стрелочка на слайде указывает так называемый западный квартал а здесь вот в этом квартале мы видим большие домовые комплексы просторные где видимо жил вельможа с семьей и здесь же мог размещаться обслуживающий персонал песцы слуги которые ухаживали за этим вельможей в этом квартале мы видим большое количество оттисков печатей я напомню вам что египтян замков в современном понимании этого слова не было и они как правило то что нужно было сохранить в неприкосновенности опечатываем и вот у нас есть оттиски глиняных печатей и на этих печатях мы видим очень высокие должностные звания того времени включая начальника царских работ это практически третий человек в государстве а другие высокие управленческие должности значит вот в этом районе в западном квартале жил управляющий персонал строительства города а к востоку от галерей красная стрелочка мы видим маленькие плохо плохонькие домишки из сердцового кирпича а здесь жили видимо низкоквалифицированные работники это вот вся городов помогательный персонал а мы еще скажем в этом мы видим что эти люди вели домашнее хозяйство разводили свиней и так далее но к сожалению вот эту часть города раскопать уже видимо никогда не удастся потому что сюда уже пришел Каир и сдвинуть его не получится но достаточно сказать вот видите он совсем рядышком и достаточно сказать что значительная часть города занята футбольным полем но поскольку клуб арендовал эту землю на сто лет копать тут невозможно а через сто лет здесь уже ничего не останется в силу того что поднимаются грунтовые воды и так далее в любом случае вы можете себе представить что в древности пирамиды стояли не в пустыне а выселись подобно современным небоскребом вот возле крупнейшего города Египта и одного из крупнейших городов на земном шаре причем это еще раз подчеркиваю древнейший известный нам город построенный по заранее продуманному плану с правильной планировкой с мощенной улицей но тогда уместен еще один вопрос а как этот город снабжался чем он кормился ведь прокормить по тем временам такую массу народа это очень непростая задача на этот вопрос опять же ответила команда Марка Леннер дело в том что места для пашин и места для пастбищ в этом районе нет но мы видим что зерно в город не просто регулярно поступало но оно очень часто приходило в город уже обмолоченным и уже провеянным оставалось только его перемолоть а зерно видимо распределялось в централизованном порядке найдены большие зернохранилища есть в городе большие хлебопекарни такие настоящие хлебозаводы помимо частных домашних хлебопекарин которые тоже есть но пожалуй самое поразительное самое удивительное сведение о полученной по мясу по поставкам в город мясной пищи не могу не отметить великолепную технологию исследования это то чем занимались археологи и зоологи во главе с Ричардом Рейдингом все из той же команды они тщательно собирали кости по всему городу набрали почти полмиллиона костных фрагментов и тщательно фиксировали где это найдено и вот оказалось что так сказать самые вкусные части крупного рогатого скота поедались в западном квартале поедались знатию чиновниками которые руководили стройкой мясо крупного и мелкого скота я имею ввиду кос, овец помимо быков и коров вот мясо похуже поедалось в галереях а вот в восточном квартале где вспомогательный персонал мы практически не видим кости крупного рогатого скота там только свинина которая египтянами невысоко ценилась но зато ее разводили вот в этом в домашнем хозяйстве сами жители восточного квартала вы понимаете что свиней издалека не пригонишь иными словами жители восточного квартала мясо от государства не получали на слайде вы видите что в городе найден огромный загон для скота вот он на карте загон для скота скот пригоняли и регулярно его забивали вот чтобы в городе всегда был запас мяса все время держали какое-то количество живого скота чтобы в нужный момент пустить его в пищу при этом опять же очень интересен очень показателен состав пригонявшегося в город скота вот когда Рейдинг и его команда разложили кости по возрастам они увидели что в город почти не поступали малолетние и старые особи крупного рогатого скота в город поступал только скот который мог вынести дальнюю дорогу и который давал больше всего мяса вот от всего съеденного крупного рогатого скота особи до 8 месяцев составляют всего 30 процентов особи так сказать в расцвете лет 8-16 месяцев 50 процентов а те что постарше всего 20 процентов при этом безусловно преобладает мужской пол среди съеденных самцы вот крупный рогатый скот самцов съели здесь больше в 6 раз а мелкого рогатого скота самцов съели больше в 11 раз то есть видимо самок берегли они могут производить еще потомство а самцов охот съедали таким образом снабжение города мясом имело целенаправленный и хорошо так сказать продуманный характер но Рейдинг пошел дальше откуда пригоняли и команда Рейдинга перебрала еще несколько сотен тысяч костей на пастбищах Нижнего Египта в Дельте и они нашли места с обратным соотношением костей где среди самцов где много юных и старых но почти нет так сказать самцов в рассвете лет это вот то что угонялось в город и где преобладают самки среди костных остатков и сравнительно мало костных остатков самцов таким образом Рейдинг и его команда показали откуда именно пригонялся скот а когда они посчитали количество забитого в городе скота и поделили его на примерное количество жителей за время существования города то у них получилось что ежедневно забивалось примерно 11 голов крупного рогатого скота и примерно 37 голов мелкого рогатого скота иными словами получилось что проживавший в городе персонал ежедневно получал мясо а этот факт очень интересный он позволяет совсем по-новому взглянуть на отношение к строителям пирамид на отношение власти к строителям пирамид конечно это тяжкий труд но то что жители города ели мясо каждый день это очень показательно потому что вот в древних ирригационных цивилизациях Ближнего Востока и тем более в Египте каждодневно есть мясо было совершенно не принято для подавляющего большинства населения мясная пища была редкостью лакомством доступным только в самые большие праздники вы понимаете что и скота было сравнительно немного и он нужен был для работы его просто так не забывали и даже если скотинка пала без холодильников ее нужно немедленно съесть и на завтра послезавтра и на неделю не растянешь поэтому мясная пища это меню праздника таким образом у нас получается что лицам собранным мастерам собранным на строительство пирамид обеспечивалась на время строительства так сказать праздничная диета переиначивая русское название одной из книг Хеменглея можно сказать что пирамидостроение это праздник который всегда с тобой это усиленное питание и вот с этим так сказать праздничным оформлением работ могли быть связаны и своеобразные названия рабочих бригад давно уже нам известны дело в том что на каменных блоках и в пирамидах строители иногда писали названия своих рабочих отрядов и в частности вот нам известно подразделение которое называлось друзья Менкаура фараона Менкаура такое запанибратское название но еще так сказать интереснее для нас название бригады бригады в тысячу человек пьяницы Менкаура что в общем говорит о достаточно радостном веселом времяпрепровождении по крайней мере после окончания десятичасового рабочего дня власть хотела создать у строителей пирамид коллеги праздничное хорошее настроение может быть советские люди помнят ударные комсомольские стройки вот к сожалению на этом я должен сегодня остановиться меня просили говорить не дольше часа если у вас остались какие-то вопросы я попробую на них ответить и вижу в чате секундочку было приветствие в чате пока всем привет все ладно сейчас может быть кто-то еще откликнется потому что вроде слушателей много мы не успели поговорить зачем строились пирамиды но это может как-нибудь в другой раз перезидента по-русски м 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 Продолжение следует...